Привет! Передача Смак. Нет, канал Генетиклаб, Руслан Халецкий, но сегодня мы действительно будем готовить, готовить супер низкокалорийное, очень вкусное желе. На самом деле для этого нужно, в принципе, две руки достаточно. Так, вкус. Вкус мой любимый, клубничный. Я пробовал с разными вкусными BCAA. То, что понравилось мне. Клубника, вишня, ананас. С апельсином мне почему-то не зашло. Может быть, при смешивании с кипятком мне и меняется вкус, не нравится. В общем, мой выбор в случае приготовления желе. Клубничный BCAA Pro. Что еще нам нужно? Нужно желатин. Приобрели мы его, кстати, по пути сюда, еще в маленьком мегамаркете, в какой-то деревне. И тут его очень много, 50 грамм, на 2,5 литра воды. Чайник у меня, сейчас я нажму кнопочку. Ровно, ровно литр воды, поэтому весов нету, но на глазок пол пакета я насыплю желатина. Что нужно еще? Я дома добавляю чуть-чуть сахарозаменителя FitSuit от Genetic Lab. Вы не поверите, но он у меня дома закончился. То есть я с собой взял все вот это вот. А сахарозаменитель не взял, потому что он дома кончился. Но предусмотрительно, зайдя в Priority Pass, я там стырил сахарозаменитель. Два пакетика, думаю, будет достаточно добавить к BCAA-шкам, потому что они сами по себе сладкие. Естественно, все это потом вы по вкусу сами поймете, сколько вам хочется добавить к BCAA. Обычно я как сам их развожу. Два черпака на пол-литра воды. Раз у нас будет литр кипятка, ну в таком случае 4-5 черпаков BCAA будет достаточно. Конечно же, конечно же, хотелось бы, друзья мои, чтобы на столе оказалась красивая такая стеклянная тарелка, ваза, как она называется? Миска! Красивая миска, но миски у меня нет, поэтому у меня есть кастрюлька. У меня есть чайник, но слава богу, друзья мои, что хотя бы у меня есть даже одинаковые по размеру красивые пиалки. Конечно, это не пол-литра, когда Леха отвернется, я потом остатки переливу куда-нибудь, короче. Вот, чтобы не выкидывать добро. Все, погнали. Литр воды. На самом деле, это забавный момент, да, то есть, ну ты это реально делаешь, да, но фраза странная, то есть такая инструкция. Налейте литр воды в емкость и показываю это, будто бы это сложно. Ну, это не сложно, естественно. Ну, тут даже, оказывается, прикиньте, с зиплоком пакетик. Вот, например, на глазок распополамим его, чтобы не насыпать больше, а то потом будет слишком густое. В идеале, друзья мои, конечно же, сразу начинать помешиваться. Помешивать лучше палочкой. Помешивать лучше палочкой, но палочками тоже нет, поэтому помешивать мы будем ножиком. Создаем вращение и засыпаем желатин. Ну, мне кажется, в принципе, что половинку я насыпал. Если нет, то не критично. А я, кстати, когда покупал, думал, ребята, что тут пакетики стандартные по 10 грамм, поэтому купил 4 пакета. То есть, суммарно 200 грамм желатина. Тут, конечно же, магия кино будет происходить, друзья мои, потому что желатину нужно время раствориться. В воде, иначе все пойдет не по плану. Ну, дело тут довольно-таки быстро это. Если будем помешивать, будет еще лучше. И плюсом я даю воде немного остыть, чтобы прям в кипяток не закидывать быца, хотя с ними ничего не случится. Но все же, мне так не хочется делать, поэтому даем время желатину раствориться. Оставляем вот таким образом нашу мешалочку. Ну, и потихонечку собираем вещи, потому что, на самом деле, мы сейчас уже убегаем в гипермаркет за продуктами. Мы купим все, что нам нужно на загрузку. Я думаю, что мы подготовим для всяких вкусняшек на день завершения соревнований, чтобы они немножечко грели нашу душу. Хотя, конечно же, так сильно не хочется есть. Когда-то уже выступил, но все равно, во-первых, по 10 раз не хочется бегать. Это раз. Во-вторых, вдруг что-то вкусненькое закончится нам, а ведь выступление Ромы в профессионалах закончится примерно в 12 ночи. То есть, про-шоу будет в воскресенье, в 21.00 начало. Плюс понимаем по опыту того, что это бодибилдинг. А чтобы вы понимали, бодибилдинг и задержки в любой федерации, в любой части мира, планеты. И тут как бы не стоит ожидать регламентного начала. В общем, просто ничего вкусного мы себе в воскресенье точно уже не купим. Поэтому стоит подготовиться. Холодильник небольшой, поэтому в любом случае сверхобъема еды большого у нас не будет. А в целом на загрузку нужны макароны, соус, немного мяса, яиц еще бы докупить. Но, в общем, все, что мы купим в магазине, вы увидите. Вот сейчас будет большой, следующий, ну не следующий, но в процессе нашего пребывания в Польше ролик. Достаточно, в общем, мешать. Кстати, растворилось все прямо супер. Так, вот тут мне не фартануло. Где-то должен жить черпачок. Блять. Я матернулся? Ну, может быть, было не слышно. В общем, пока никто не видит. Так, сейчас опять активируем магию кино. Сейчас мы быстренько все вытрем. Будь бы, Лех, ничего не было. Потом всем скажем, что я вообще... Знаешь, что ты? Однажды я понял, бывают, Лех, правши, бывают левши, бывают рукожопы. Так вот. Та-та-та-там! Мои любимые быца клубника, друзья мои. Генетик Лав. Ну, на мой взгляд, один из самых потрясающих вкусов. Кстати, рейдж, предтренд, тоже люблю. Клубничный, только не вижу, куда он делся. Рейдж, предтренд, вот так. Магия. Не вру, ребята мои. Не вру, друзья. Тоже клубничный предтренд. Ну, чтобы вы понимали, что вкус реально пушка. Итак, мы, мы, посовещавшись, мы, мои тараканы в моей голове, решили, то мы добавляем в воду 5 черпаков быцашек. Согласитесь, даже пахнет уже вкусно. Так, 5 черпаков быца мы добавили. Как повезло, как повезло, что черпак был сразу сверху. Обожаю, когда открываешь банку, а черпачок сверху. Это очень здорово. Этого лег тоже, если что, не было, правильно? Скажем пацанам, что... И исчезла в руке фантик. Видите, даже ничего не упало. Итак, и добавляем 2 пакетика сахарозаменителя. Можно без него, если не хотите сильно сладкое. Просто, ну, вот, на самом деле, завтра-то у меня регистрация, ребята, мне нужно в вес попадать. А есть будет хотеться. А вот пиалочка желе, это просто нули по калориям. В принципе, желатин, вода и быца. Это отличный вариант и выбор для того, чтобы поесть, когда очень хочется кушать, перед ответственным мероприятием. Кстати, если вы считаете, что быца вам сильно горчат, вы можете сюда выжать немного лимонного сока, либо добавить аскорбиновой кислоты. Конечно, станет чуть-чуть кислее вкус, но вообще лимонная кислота, яблочная, да любая кислота, она убирает горечь быца. Поэтому во вкусовых быцах вы зачастую можете этот компонент увидеть в составе. Вот он для того и нужен. Вот он маленький секрет технологический. Необходимо добавить небольшое количество лимонно-кислотных продуктов, и он сразу становится менее горьким. Эти быца, ко всему прочему, инстантизированные. Что это значит? Они во время производства, в них добавляется лецитин. Совсем немножко, но, во-первых, лецитин полезный, вы знаете, является эмульгатором из-за лецитина у нас. И желе еще лучше получится. Так как быца, посмотрите, ну, конечно, да, долго размешивал, есть осадок небольшой, но в целом очень неплохо они уже распределились по жидкости. Так, мы закончили с перемешиванием. Ну и ухлёв. Сейчас, главное, на стол не пролить, а то я задолбаюсь вытирать, а потом делать вид, что типа не разлило, делать все заново. Оп. Никого не будем дурить. Еще одна пялочка у меня есть. Пацаны, немножечко отличаются, но уж простите. Уж простите, как есть. Потом еще надо что-то в холодильник поставить не разлив. Ну что ж, мы отправимся в магазин, а после мы уже попробуем, как получилось наше желе. Наступил вечер, друзья мои. Мы вернулись из зала, и я хочу принести свое извинение за мутное состояние, немножко тяжеловато. Но! Готово наше желе. Уверен, оно уже затвердело. Ромыч пописал. И сейчас он будет дегустировать, что же я приготовил. Уже, видите, наша кастрюлька из кастрюли для желатина превратилась в кастрюльку для варки. и яиц. Все нормально. Все нормально. Я жив. Это главное. Все нормально. Ерунда. Скажем, что я оступился. И так. Ого. Выглядит, по-моему, все очень весьма очаровательно. Прямо этим. Да. Так вот все. Красивенько. Нам нужно три маленьких ломечки. Потому что у нас тут есть три здоровых парня. Давай. Первый пробует Ромка. И что ты говоришь? Ромка. Да, клевая. Что? Клубничная, сладенькая. Консистенция дырит. Шикарная. Шикарная, скажем так, форма поесть. Давай камеру. Леху увидите. Леха скажет, вкусно или нет. Вкусно. Надеюсь, он сможет фокусировать на тебя. Фокусируется. Подожди сейчас. Вообще прям. Ну, шикарно. Тоже тяжелая. Где вы еще увидите железо. Блица. Ромка кушает. Очень вкусно. Ну, типа, мы потренировались. Пока готовится ужин, мы решили поесть бы, Саша. Блин, классно. Такой десерт. Максимально бескалорийный. Максимально полезный. И прям, вот, прям, десертик сладенько. Классно. Сладенько, холодненько. Приятная консистенция. Я тоже попробовал уже ложечку. Фу, ништяк. Ну, и, конечно, кроме приятного вкуса, все полезные свойства БЦА. И желатина, кстати. Желатина, да. Ну, давайте я буду честным и скажу, что желатин не является источником высокой биологической ценности белка. И от него, на самом деле, для суставов-то большого толку не будет. Все-таки, если мы хотим что-то для суставов, это должен быть гидролизованный коллаген. Желатин это чисто гелеобразующий, желеобразующий элемент для приготовления десерта. А если сюда эластиджоинт, что добавить? Эластиджоинт, ну, это же другая история, да, там глюкозамин, хондроэтин, там и так гидролизованный коллаген. Можно, не знаю, что будет по вкусу. Вот с БЦАшками супер вкусно, отличный десерт. Да и все, пробуйте, угощайтесь на здоровье вечером. Вот не знаете, что такого поесть вечером, чтобы было, типа, не вредно? Блин, изи. Вот такую чашку пол-литра можете себе сделать, полный живот. С чем огурец пожевать, реально? Ну, огурец старый вкусный, я его еще пожью. Но в целом, прям, Алексей. Я вручаю вам камеру. Обратно, он уже схомячил половину мисочки. Я такую маленькую штучечку только себе зацепить. Он, кстати, очень прикольный, еще у него консистенция. Прям круто. Холодненький, прям в кайф. Кстати, можно было и БЦА еще больше добавить. Или Сахзана, ну, лучше БЦА. В принципе, по сладости очень хорошо, можно даже чуть-чуть слаще. Приятного аппетита. Будьте здоровы, будьте мускулистыми. Будьте как мы, будьте лучше нас. Успехов, здоровья. Пока. Я уже созрал. Простите, блядь, ваше конь недолго ходит. Вообще. Кайф. Прям. Угу. Максимальная оценка по 10-балльной шкале 11. По фитерировочке? Спасибо. Спасибо треймеру. Знаете, мне честно, чуть лучше стало по самочувствию, потому что прям вкусно. Прям реально вкусно. Я доволен.